Битва рандома. Это рубрика, в которой принимают участие два игрока, соблюдая определенные правила и особенности, действующие на обоих участников. Участники обязаны подобрать список из героев, которые подходят по критериям для участия в битве. Затем рандомные из этого списка Сири или Алиса выберут тех пятерых героев, которыми участник будет проводить набеги. Итак, правила на эту битву рандома. Два участника выбирают с помощью Сири или Алисы, семь героев из двадцати. После этого участники выбирают из них пять героев на свое усмотрение. Эту команду из пяти героев в дальнейшем менять запрещено. Далее проводятся шесть поединков подряд, начиная на арене 2600+, с ограничениями и особенностями, присущими конкретно этой битве рандома. Ограничение. Обязательное наличие десяти героев четыре звезды в заявке. Запрещена игра моноцветом. Семь героев пять звезд на эблемах свыше плюс десяти могут быть в заявке. И две минуты на каждый поединок. Запрещенные герои Регард и стихийные бронерезы. Обязательные герои Орес, Гензель и Протей. Отряды не ограничены. На поединок две минуты. Поехали. Всем привет, дорогие друзья. Это такая была серьезная подводка или нет? Запись уже или нет? Да. Всем привет. Привет. Вот он я, вот он некор Илюха. Вытащил я его наконец-таки на битву рандома. Не прошло и полгода, получается, в прямом смысле этого слова. Вот у нас сегодня специфическая битва рандома. Илюха уже, естественно, знает правила, а вы их уже увидели в самом начале видео. У нас будет сегодня максимально жестко, но не совсем прям. То есть у нас будут проходить бои на 2600, у нас будет 10 обязательных четверок в заявке. Мы не можем играть моноцветом. И самое главное, самое главное, у нас будут поединки на время. Это тот самый показатель, который Илюха хотел добавлять в Суперлигу, для тех, кто не в курсе. Да, инициатива карает инициатора, дорогие друзья. Поэтому сегодня будет, наверное, интересно и смешно, и все, как мы любим. Точнее, как я люблю, как минимум. Так, ну, в принципе, нам стало классикой. Давай задам у тебя этот вопрос. Чем ты руководствовался, когда выбирал этих героев? Я поставил тех героев, которых чаще всего использую, в принципе, в игре. На всяких ивентах, в войнах, да и, в принципе, везде. Поэтому как-то так. Ну, естественно, я следовал правилам. То есть никаких стихийных бронерезов. Ригерда Хила нельзя использовать. Ну, и обязательно герои. Поэтому все. В принципе, остальное все банально. Поэтому как-то так. Да. Кстати, Кирилла ты еще на этот самый не сделал, на 75-й уровень? Двинул. Двинул. Кирилла двинул. Молодец. Тогда я тебе его тут поменяю. Сделаю тоже RL1. И Сапфир тоже. И Сапфир тоже? Да. Подожди. А так чисто ради информации и ради зрителей, это тебя заставили в КМЧ или нет? Нет. Ну, я пришел к этому сам. Как бы меня подвели к этому, что с Фридой надо что-то АУЕшное брать. И поэтому, так как у меня нету с синими картами проблемы, в принципе, магний не годится. Он всего лишь один таргет бьет. Сапфир успевает зарядиться на второй заряд. И то есть после Фриды как раз заряжается с девяти камней. И Сапфир тоже с девяти камней, естественно, все это красиво вливается в очень красивый урон. И там у него статы очень хорошие на именно открытии, бонусы. Согласен. Может быть, тоже насчет этого подумаю. Вот. Что? Тогда начинаем сначала. А как? Как с Пейном будем? На камень, ножницы, бумага. Кто первый, кому выбирает героев, будет сам решать, определять? Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я бумагу сначала выбираю. Да, тогда, тогда, тогда ты мне первый выбираешь. Вот так вот. Что, поехали? Поехали. Алиса. Блин, ты тупая, что ли? Назови рандомное число от одного до двадцати. Выпало число двадцать. Сразу. Ой, 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 ой. Хорошо. Понимаешь? Просто сразу сходу. На тебе, чей эра. Хорошо. Вот это хорошо. Ты гримбла брал сюда, нет? Гримбла? А, не, не брал. Не брал. Ну, ничего страшного. Так, ну, осталось тебе как минимум вытащить хотя бы Гензеля. Правильно ведь? Да. Хоть один бесполезный перс должен быть. Да, главное не Ореса. Алиса, назови число от одного до двадцати. Три. Три. Кирилл. Ой, хорошо. А, и у тебя тоже Кирилл на тройке стоит, да? Как у меня. А, с Четирилл. Блин, не удалось провести. Алиса, назови число от одного до двадцати. Число шесть. Ну, вот он, твой нулевый Кингстон, который раньше был ненулевым. Эх, как не повезло чуть-чуть, но ничего, шотер есть. А надо просто было раньше нам собираться. Да, да, ну ничего, ничего. Так, три выбрано, поехали дальше. Алиса, назови рандомное число от одного до двадцати. Выпало число семь. Да. Получайте. Ну, слушай, пока почти, ну, конечно, неравноправно, но типа Ареса у обоих есть, а у тебя вместо Гензеля пока Кингстон есть. Да, теперь надо двенадцать шестнадцать, пожалуйста. Я вас прошу. Алиса. Прямо хочешь ими играть? Да, мне надо, надо. Ладно. Алиса, назови рандомное число от одного до двадцати. Выпало число одиннадцать. Ну, слушай, тоже неплохо. Пойдет, пойдет, хорошо. Хорошо. Тем более, в эру того, что там очень много баферов у нас нынче в Баронах. У меня-то из дисплейлов только Мелиндор. Да. Простите, господи. Да. Ладно. Алиса, назови рандомное число от одного до двадцати. Восемнадцать. Мелиндор. Как у меня. Ну, ничего, ничего, уже есть выбор, хорошо. И, получается, последний остался. Да. Алиса, назови рандомное число от одного до двадцати. Восемь. Кэдман. Пойдет, пойдет, пойдет. У тебя, получается, есть три зеленых, кстати. Да, 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 да. То есть чем-то, может быть, и можно будет руководствоваться. Хотя, на самом деле, вот если так по чесноку, по-моему, мне все-таки чуть посильнее герои выпали. Ну, хотя хрен его знает, на самом деле. Посейдон и Зехата равносильны почти. Масовика у тебя нету только, и все. Да, интересно. Тут надо будет подумать. Не все так просто. Есть тут разнообразие у меня. Ну, все. Будем посмотреть, как говорится, да. Да, да. Что ж, ребят, герои выбраны. Время готово вставать на таймер, так скажем. И посмотрим, у кого же все-таки получится сделать больше побед, и получится ли вообще сделать победы за две минуты в принципе. Вот. Всем спасибо. Да, и пожелаем удачи сопернику. Всем пока. Да, удачи. Пока. Пока. Всем привет, друзья. Продолжаем битву рандома. Только уже наконец-таки с Некром против Илюхи будем биться. И, собственно, вы уже могли видеть, наверное, команды. Которые примерно могут быть у меня и у него. Ну и, собственно, давайте на нем набеги. Найдем противника, против которого мы будем сражаться в первую очередь. Вот такую команду я решил все-таки взять. Кирилла в костюме для срезов, но это для контроля маны и слепоты. Посейдон, потому что это единственный шотер. А Реса под него и под Митсуку, чтобы он усиливал имба. Все эти герои у меня быстрые. Остается надеяться только на поле. И самое главное. Таймер по две минуты. Как только проходят полосочки с именем, уходят в сторонку, начинается еще две минуты. Поэтому погнали. Так. Время пошло, две минуты. Будильник вы, может быть, услышите, может быть, нет. В любом случае он будет еще у вас на экранах. Сто процентов он будет. Блин, что тут сделать? Давайте синенькие такие, но пока что. Давайте морянку зарядим здесь. Вот так вот. Четверочку сделаю вот так. Ну. О, поле перевернулось. Нихера себе. Бывает и такое, оказывается. Замедление маны, это, конечно, не всегда хорошо. Давайте взорву вот так вот камешек. Надо отхиливаться. Отхиливаться. По идее, Кирилл должен... Ой, выжил. А, ну потому что он трипл-шотер. Хорошо. Надо торопиться, надо торопиться. Нейт заряжать. Осталось минуты между тем. Уже минута осталась. Ребята, минутка осталась всего лишь. Нейт срочно спамим. Внимательность, конечно, по ударам с камней будет такая, если, как вы сами можете понимать. Вот это неплохо зашло. Так, Митску не трогать. Сука, ну что ж ты делаешь-то? Оббить-то все больше нечем получается. Неким точнее. Посейдон была основная главная ударная сила у нас вместе с Митска. Остался только пока Посейдон. А, время идет, время идет. А у нас это самое. Мы получаем люлей между тем. А, ой, промазал хор... Нейт сработало. Нейт сработало. Так, а этот... Что тут сделать? Давайте, давайте так забирать. Два героя осталось. 20 секунд. Если честно, я хз. Что тут будет у нас? Но что-то чуешь, что мы проиграли уже. Ох, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Но тут уже, как бы, все. Времечко, к сожалению, подошло. Ну, максимум, может быть, Марьяну вынесу. Нет. Первый набег закончен. Поражение. Переговорить не будем. Идем дальше. Следующий соперник. Фрост. Золаг, Бертила. Блин, тоже неприятная команда. Но хотя бы обычное построение. Ладно, поехали. Готовимся снова нажимать. Нажал. Что-то, если честно, тут вообще никаких вариантов я не вижу. Ну, я вижу пятерку синюю, конечно, прямо сейчас, если на него идет. Ну, а толку-то, если дальше нам нужны желтые камни и красные, целая пачка. Вот Кирилла сейчас зарядим, допустим. Но, блин, тут меня на фростай сейчас. Там нур еще с краю. При таком, конечно, сетапе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте вот так сделаем. Контра сейчас будет висеть диспеллера, у меня нет, напоминаю. Поэтому будет получаться убиваться. Сейчас будем убиваться. Да-да-да-да-да. А время уже прошло, на самом деле, до хрена Ну, вы можете видеть таймер на экране Время уже прошло до хрена Я не знаю, давайте по этой стороне работать Ну, просто нужно хоть как-то выносить уже Но Уроны, конечно, смехотворные вообще, смотри Потому что защиту от желтых А этот еще и уклоняется у нас Действительно О, на время-то не так просто, оказывается, биться И мидска здесь мне не пригодится Потому что здесь синий фрост, он пассивный Одного ты вообще хотя бы вынесу за две минуты или нет? Давайте сделаю так, может быть здесь что-то придет Задница, просто задница По времени не успел, диспела нету И вот, собственно, до свидания А миньоны еще как раз-таки замедляют Все это время Да, ну тут, типа, конечно, вижу пятерку уже Но это поздно А, пятерки еще тем более не будет Не, то есть Время вот прям Сейчас Бертил еще, возможно, кого-то похоронит Ммм Вообще никаких шансов таким составом Мне не дали с самого начала Поэтому это очередной набег, который Поражение Две минуты на поединок, чтобы его победить Всего лишь Всего лишь две минуты Кто следующий? Здесь уже попроще будет, в принципе Но опять-таки Получается, мне здесь от Митски нету толка Ладно Погнали, следующий набег Поставил таймер Пробуем пока вот так по Елене работать Пока неплохо вылетело Неплохо, неплохо Нормально, нормально Вот это ништяк вообще Так, делаем Сейчас срезик маны Обязательно Только не заряжай, пожалуйста, Мелиндора Ну-ка, ну-ка Жих-жих А, Елену нахрен Собственно, Мелиндора тоже нахрен Блин, красный камень ушел Ты куда ушел? Зачем ты ушел вообще? Что происходит? Давайте синенькие кину Сейчас, что Кирилл будет? Есть троечка А, у нас еще есть достаточно времени Не буду тратить все красные камни на поле Собственно, начинаем мы сначала со справедливости Потому что у меня там очень много желтых А ее камнями уносить будет сложнее вдруг Что? Так, ну, получается как-то вот так вот Как-то так получается Получается, мы сейчас и побеждаем Эта первая победа будет Напоминаю, что это та рубрика, которую я придумал Но в которой я не выигрываю Первая победа есть Очередной таймер, две минуты Кто будет следующим соперником? Ёлы-палы Ну, кстати, по цветам вроде бы неплохо Но Не знаю Хеймдали черное В передовых флангах такое Ладно Поехали Я же нажал Все, нажал А здесь по камням уже проблемки На самом деле Наверное, стоит по Хеймдалю пока лупить Пытаться как-то Как-то пытаться стоит На Пахеймдалю искать где-то здесь Желтые еще Давайте вот эти уберем камешки М-м-м-м Ну, кстати, в принципе, камни-то неплохие У нас уже есть заряженные герои М-м-м-м В кого, в первую очередь, надо высекать Получается, надо высекать Наверное, сейчас Вот этого персонажа Так-с И надо найти еще где-нибудь красненькие Допустим, чтобы они здесь пришли Не хотят, да? За комби, пожалуйста, в Чьера Ну, блин И зайка уже шандарахнула А красных все нет Красные появились Но, блин А это агрессия Это агрессия Чьера Собственно, нас тут может сейчас Сейчас кролик Блин, вот почему Сколько ему не хватило хп Чтобы он умер-то вообще М-м-м-м Если бы мы Чьеру убили Шансы были бы А так, увы Их не осталось Очень мало времени Минус посейдон уже Ну, как бы я тут ману Могу им подрезать Ну, а только толку с этого Если осталось 30 секунд Если только сейчас все поле замкнет Чисто случайно После взрыва фиолетового кристалла На поле не замыкается Как видите Ну, синие может быть улетят Снизу там еще что-нибудь прилетит Нет Не хочет Чьера умирать Ну, вообще Не хочет ни в какую Ток Чьера смог убить Сейчас получается Может быть еще Хеймдери снесем Сейчас О, этот еще Зайку Ультует второй раз Ну, собственно Хеймдери только успеваем снести Под Самый занавес таймера Да Еще одно поражение Не хватило чуть-чуть Самую малость не хватило Следующий соперник 4600 силы уже Два набега осталось Пока что только одна победа была Таймер есть Дальше что-то делать, конечно Красники буду выше поднимать Пускай Так, неплохо, неплохо, неплохо Пока неплохо идем Убираем вот так вот Улетают зеленые О, еще и красники И вылетают Прям шикарно Пока шикарно Шикарно, шикарно С поляной повезло Наторно пока Я, наверное, не буду пока Делать ничего такого Нет, я все-таки Уже Митску буду кастовать Потому что сейчас Взрываем фиолетовые Там красники И соединяются Нормально, нормально Ништяк Вот Вот это Типа Что называется Битва на время Когда повезло с полем Да Зихат нафиг И, собственно, здесь Трех поедевиков Тоже нужно улететь Не улетело Хорошо Меньше чем за минуту Заканчивается Этот еще набег Две победы есть Две Две это уже не одна Но Две это не три Хорошо Последний соперник Остался у нас Кто же это будет? Кстати Такая божеская команда Попалась Из 2332 Ну, давайте Давайте По идее Ой А что в таких случаях делать? А я, честно, хз Что в таких случаях делать? Я случайно нажал на кнопку Повторить поиск Команда была для меня просто язычная Ну, видимо, это знак для того Что мне нужно напасть, видимо, на это Просто я не предвидел таких Нюансов Которые могут произойти Потому что я не ожидал Что даже я смогу нажать на эту кнопку Повторить поиск Ну, того я снова не найду Это прям инфа 100% Поэтому, видимо, иду против этого Он более сильный Ну, можете написать в комментариях Ребят, правильно я сделал или нет В любом случае отыграть мне нужно Да нажмись, господи Отыграть мне в любом случае нужно Та оборона, конечно, была очень простая Очень простая оборонка была Пятерочку сейчас сделаем Да Кингстону не хватило зарядиться, да? У нас нейт готова Нейт готова Так, от массовиков мы защищаемся, наверное, максимально Типа нам не нужен урон квинта Так Хорошо Минус арест будет, да, наверное У нас еще есть пятерка Такие же точечные молодые люди Вот это хорошо Сейчас ману подрежем вивике, чтобы она Не зарядилась Замечательно Не, ну, собственно, я не знаю, на самом деле Пишите в комментариях, как я правильно поступил Или неправильно Но мне кажется, что более-менее правильно Корректно хотя бы Будет сейчас прикольно Если у меня камень не будет Я не смогу выиграть Ну, ладно Тут у нас есть Митцик И сейчас из арния просто Сама и убьется В общем, как-то так Третья победа Третья победа Не знаю, против той команды Было бы проще или не было Смотря какое там было бы поле Но, в общем, к сожалению Как-то так вот я отыграл Если честно, я правда Я бы лучше на ту напал Потому что мне казалось много проще Там было всего лишь два рессельщика Пассивный там протей Кирилл Ну, типа, это вообще Простая была оборона В общем, как-то так отыграл Половина победы С половиной набегов у меня есть В принципе, это неплохо Как сыграл Некар Люха Можете узнать Перейдя по ссылочке в описании На его канал Посмотреть ответку с его стороны Каких он все-таки выбрал героев В своих поединках Мне будет тоже интересно посмотреть Подписывайтесь на оба канала Спасибо вам за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Кого хотите еще увидеть в этой рубрике Дальше интереснее Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok